МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детских школах прозвенел последний звонок. Праздник радости встречи с новой взрослой жизнью и грусти расставания с детством и юностью. Наша съемочная группа услышала последний звонок в 28-й школе Архангельска. Белые банты и ленточки с надписью «Выпускник» как символы уходящего детства. 73 ученика 28-й школы сегодня в одночасье стали взрослыми. В этих стенах постигались азы наук. Здесь родилась первая любовь. Были первые общие победы. У нас 11-й класс, он выиграл церницу в городе и участвовал в области. Начался в единый монолит такой, и стали дружны. Учителя стали как уже друзьями. Учителям огромное спасибо за то, что они нас преподавали все эти 11 лет. С нескрываемым восторгом преподаватели смотрят на своих повзрослевших ашек и бэшек, которых когда-то учили читать и писать, для которых стали верными, помощниками и надежной опорой в школьные годы, как, например, в 11-м Б. Я их учила с 7-го класса физику. А вот именно в 10-м они раскрылись с каждого. У каждого можно найти какую-то отличительную черту от всех. Мне, конечно, очень жалко с ними расставаться. Очень умный класс, очень одаренный. Сегодня школьники не скупятся на стихи, благодарности и эмоции. В них вложена душа. Ну вот и все, пора прощаться. Зовет дорога у нас мечта, но как же трудно расставаться с любимой школой навсегда. Слезы расставания, улыбки учителей, напутствие взрослых. И вот зал замер. Звучит заливистый звон колокольчика, предвестник перемен для каждого выпускника. Этот момент, когда звенит последний звонок, это мурашки по коже, это замечательно. Выступление первоклассников, родителей, учителей, это что-то внутри такое, что наворачиваются слезы, и уже совсем не хочется уходить. Таким он был, последний звонок для выпускников 28-й школы, как и для 1800 архангельских школьников, которые сегодня заканчивают 9-й и 11-й класс. От имени мэра города Архангельска Виктора Николаевича Павленко мне выпала большая честь сегодня поздравить не просто будущих журналистов, юристов, будущих писателей, будущих спасателей, но поздравить прежде всего достойных будущих жителей города воинской славы, города Архангельска. Помните, что вы закончили школу, вы получили путевку в жизнь в городе Архангельске. Вы архангелогородцы. И мы, где бы вы ни учились, где бы вы ни получали свою будущую профессию, мы искренне ждем вас в нашем любимом городе. Вы нам очень нужны. Этот выпуск для школы юбилейной, 45-й. По доброй традиции ученики запускают в небо воздушные шары. И в их глазах уже читаются ответы на важные вопросы, которые дала им школа. Что такое дружба и как ей дорожить. Мария Воробьева, Илья Сумароков, Панорама Севера. Первый и последний звонок прозвучал сегодня и в Архангельском морском кадетском корпусе. 37 выпускников сделали шаг, как принято говорить, во взрослую жизнь. Впрочем, свой след в истории они уже оставили. Александр Антонов проникся торжественностью момента. Вместо школьного зала строевой плац, вместо привычных белых фартуков строгая форма. Да и звонок не для учителя, для выпускников. Раздастся он сегодня в кадетском корпусе впервые. Каждый выпускник из 37, я сказал бы, уже является самостоятельной личностью, неординарной. Я уверен, что эти ребята в перспективе будут являться костяком в нашей законодательно-исполнительной власти. Колыбель флота – это Архангельск, это богохранимая Архангельско-Поморская земля. Здесь начиналось рождение флота, и здесь должно быть, конечно, какое-то учебное заведение, олицетворяющее возрождение флота. Четыре года назад в Архангельской области было создано учебное заведение, аналогов которому в регионе нет. Помимо общеобразовательных дисциплин, кадеты изучают спецпредметы, среди которых строевая и огневая подготовка. Особое внимание уделяется как физическому, так и нравственному воспитанию ребят. Две трети выпускников продолжат военно-патриотический вектор образования. Решила, что форма лучше вечерних платьев и Дарья Кузнецова. Хочу в дальнейшую военную академию связи поступать. Почему именно туда все-таки? Потому что у меня прабабушка в 2-й виру войны была связисткой. Я тоже хочу. В корпус набирают ребят после окончания начальной школы. В минувшем году конкурс среди желающих стать кадетом превысил 5 человек на место. Так что актуальность такого патриотического направления образования юных северян налицо. Решение принято. У нас на базе Архангельского морского кадетского корпуса будет ресурсный центр развития кадетского образования. И, конечно, эти направления будут продолжаться, безусловно, и укрепляться. Идва раздастся команда вольно, как эмоции все равно возьмут вверх. Последний звонок – это ведь еще один праздник со слезами на глазах. В этом году 6300 выпускников школ по морю прощаются с учебным прошлым. Впрочем, для долгих праздниц времени нет. Уже 26 мая состоится первый гэмп. Приближается лето, и вместе с ним долгожданный отпуск. Те, кто желает провести его за пределами страны, спешат оформить и получить загранпаспорт. Артемий Заварзин выяснил, что процесс этот до сих пор небыстрый. Всего несколько кликов, и над вашим загранпаспортом уже начинают работать специалисты. С появлением портала Госуслуг очереди на оформление документа стали исключительно электронными. А вот очереди на получение все еще живые. Вот и сегодня в томительном ожидании на Ломоносова 206 не один десяток человек. Кому-то везет. Процесс идет быстро. А у большинства счет идет на часы. В управлении Федеральной миграционной службы по Архангельской области и не скрывают. Весенний-летний сезон всегда проходит напряженно. Количество оформленных загранпаспортов за последние пять лет увеличилось в три раза. И составляет больше 70 тысяч. Чего не скажешь про количество сотрудников УФМС. К сожалению, миграционная служба России не планирует увеличение сотрудников. А наоборот, в связи с тем, что вводятся электронные услуги, считается, что у нас на сотрудника получается нагрузки меньше, потому что гражданин... мы уже непосредственно при приеме заявлений с гражданином не работаем. Сегодня УФМС предлагает гражданам новый сервис, где можно встать в электронную очередь и получить паспорт в строго обозначенное время. Также уже в третий раз в Архангельске пройдет акция «Белые ночи». 10 июня с 18 до 24 часов можно будет не спеша и без очередей получить заветный документ. Тем, кого такие варианты не устроят, придется пока запастись терпением. Тему получения загранпаспортов мы продолжим на следующей неделе. Сокращение очередей в детские дошкольные учреждения по-прежнему в числе приоритетных задач городской власти. В Архангельске все малыши в возрасте трех лет и старше ходят в детский сад, а их сегодня в городе 73. О дошкольном строительстве поморской столицы в нашем следующем сюжете. Раз, два, дружно, молодцы, три, четыре, еще раз. Итак, здесь каждый день воспитанники детского сада «Семицветик» в округе «Майская горка» начинают занятия с утренней гимнастики. Очень нравится заниматься в этом зале, здесь очень красиво и тепло. «Семицветик» распахнул свои двери 11 декабря 2012 на 4 месяца раньше срока, предусмотренного контрактом. Возведение здания началось в 1991 году, потом было остановлено. В 2010 мэр Архангельска Виктор Павленко принял решение возобновить строительство. Теперь сюда ходит 275 крох, живущих в «Майской горке». В нашем детском саду 11 групп. 11 групп для детей от 3 до 7 лет. 10 групп для детей от 3 до 7 лет общеразвивающего вида, 1 группочка для детей с тяжелыми нарушениями речи. Стоит отметить, что детские сады в Архангельске не строились с конца 80-х. Ситуация стала меняться 5 лет назад. Тогда в городе начала работать утвержденная мэром Виктором Павленко программа строительства и капитального ремонта дошкольных учреждений. Ее итог красноречив. Построено 6 детских садов. В марте этого года в Северном округе на улице Добролюбово малыши, воспитанники детского сада номер 88, принимали поздравления. Они переехали в новое здание, рассчитанное которое на ежедневное пребывание 120 детей. Мы, конечно, очень долго ждали открытия нашего детского сада. Наконец-то дождались. И мы очень рады и очень довольны. Здесь светло, просторно, чисто, красиво. Детский сад на улице Добролюбово – успешно реализованный пример муниципально-частного партнерства. Благодаря частному инвестору удалось не только быстро и качественно завершить один объект, но и положить начало новому вектору в решении проблемы с местами в детских садах. Мы в этом году в шести детских садах откроем еще группы, это 120 еще мест. Это фактически еще один детский сад. И совместными усилиями на Полиной Осипенко 7, корпус 2 по программе дорожная карта детских садов по указу президента. Еще откроем детский сад на 220 мест. Вот он садик на улице Полиной Осипенко 7, корпус 2. Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы. От старого здания останутся только стены. Масштабный ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей проводится в соответствии с новыми стандартами. В планах подрядчика перепланировка помещений, установка современной вентиляции и теплых полов. 50% все конструкции подготовлены для того, чтобы начать уже новый материал. То есть все сейчас по графику идет? Все по графику. По графику идет. Значит у нас окончание, когда будем летать? 1 сентября. 1 сентября. Отдалием? Будем стараться. Обеспечение детей местами в детских садах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города. В проекте строительство садиков в Соломбале. Очень здорово, что есть дорожная карта федеральная. И по этой дорожной карте мы получаем федеральные средства. То есть софинансирование из муниципального бюджета, часть из регионального бюджета и из федерального бюджета. Наша позиция, которую мы уже в течение 6 лет ведем, возвращать бывшие детские сады в нашу систему и их ремонтировать. Возвращение зданий бывших детских садов – неотъемлемая часть сегодняшней социальной политики муниципалитета. Архангельских дешкалят снова приняли. Детский садик «Облачка» в поселке Талаги капитально реконструированный за счет городской казны. Детсады «Сосинка», «Журавушка» и «Почемучка». К тому же мэрия города активно открывает дополнительные группы в уже существующих дошкольных учреждениях. Это и группы выходного дня, это оздоравливающие процедуры, это специальные занятия с одаренными детками или с детками, которые требуют нашего повышенного внимания. Новые группы удается открывать и за счет оптимизации внутреннего пространства действующих дошкольных учреждений. Только в прошлом году они смогли принять дополнительно 380 ребятишек. Однако все это не значит, что муниципалитет не продолжает капитально ремонтировать и строить новые дошкольные учреждения. Если мы выкупим те здания, которые планируем в 2014-2015 годы, и опять же их ремонт и реконструкция, то это еще порядка более 2000 мест. И таким образом в городе Архангельске проблема с предоставлением мест детям, которым исполняется три года в течение учебного года, она будет решена. Воспитание подрастающего поколения горожан, тем, кому строить и развивать Архангельск всего-то через пару десятков лет, по-прежнему остается одним из приоритетов социального и бюджетного строительства поморской столицы. Ученики Новодвинской 4-й школы доказали, что в случае пожара могут организованно и без паники покинуть горящие здания. Такие профилактические мероприятия проводятся ежегодно в каждой школе и в каждом детском саду. Нина Стадульская наблюдала за ходом учений. Снимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено удовлетворение. Все умели на покинуть это здание. Пожар! Пожар! Для мальчишек младшего школьного возраста учебная тревога – лишний повод сбежать с уроков и порезвиться на улице в теплый майский денек. Но все же большинство ребят относятся к таким мероприятиям более спокойно и ответственно. По легенде, в здании 4-й школы загорелась библиотека на втором этаже. В считанные секунды сработала центральная система оповещения. Школа была обесточена. Ученики всех классов организованно покинули помещение и собрались на стадионе. Эти ребята хорошо проинструктированы, что делать и как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Выйти на улицу, надеть повязку и не паниковать. Во-первых, если увидели пожар, то сообщить учителю. Если нет рядом учителя, то нажать кнопку безопасности и по возможности вызвать 112, пожарную тревогу, МЧС. Потом нужно собраться и не паниковать, так как паника начинает всех рассеивать и все начинают разбегаться. Нам все время говорили, чтобы не паниковать и выходить в одно помещение, в котором сказано, указано на пожарном плане. Тренировка по эвакуации детей и персонала учебных заведений Новодвинска проводится согласно приказа МЧС каждый год. Профилактические мероприятия позволяют выявить нарушения в области пожарной безопасности. Скорректировать действия ребят и педагогов. Дети эвакуировались достаточно организованно. Паники нигде не наблюдалось ни у младших, ни у старших. Все было со стороны персонала также организовано. Единственное замечание здесь было то, что, как и в большинстве других организаций, не закрываются за собой двери. То есть это самое первое, что бросается в глаза. Все оставляют открытыми окна и двери, что дает дополнительный приток кислороду. И в условиях реального пожара это получило бы еще большее развитие. Практически все учебные заведения Новодвинска, как правило, справляются с эвакуацией. В этом большую роль играет и педагогический коллектив, и сами дети, которые с пониманием относятся к профилактическим мероприятиям. 24 мая день славянской письменности и культуры. Русская православная церковь в этот день празднует память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. В столице Поморья завтра пройдет большой праздничный концерт «Славянское единство», посвященный Дню письменности и культуры. Мероприятие организовано в поддержку строительства Михаила Архангельского кафедрального собора. Александра Горелова спросила у жителей нашего города, готовы ли они внести свой вклад в строительство храма. Вкладываем по нему, ходим туда, даже в часовинку ходим, молимся и все время что-то вкладываем. Там ящичек есть, потому что хочется, чтобы его достроили, хочется, чтобы он был красивый. Нужно, чтобы было возрождение, чтобы в школах, в институтах, в ПТУ, в колледжах был какой-то урок, который духовно нравственности людей учил. Ну я думаю, что администрация и вообще все вот этот город весь, который вот эти чиновники должны, мне кажется, больше всего вот это вкладывать, я так думаю. Никто ничего не собирает, поэтому непонятно, куда это нужно нести и что-то делать. Если бы они стояли, да, то, по-моему, вокруг урны эти, куда можно было положить деньги, там, конечно, бы внес без проблем. Я готова внести свой вклад в это и считаю, что люди должны как-то вносить свой вклад, что-то делать, помогать, потому что это же для них нужно. Гость сегодняшней темы дня, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Иерей Артемий Ведерников. Здравствуйте. Здравствуйте, Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Завтра большой праздник, он связан с именами святых Кирилла и Мефодия. Для православных христиан это особая дата? Конечно, особая дата. Они родоначальники нашей письменности, благодаря им мы и получили богослужение на нашем родном языке, поэтому от них пошла и литература, и наша культура православная. Очень символично, что в такой день, 24 мая, в Драмтеатре организован благотворительный концерт в поддержку Михаила Архангельского кафедрального собора. Как Вы считаете, насколько важно аккумулировать общие усилия по строительству храма? У нас отсутствует как таковой кафедральный собор. Сейчас кафедральным собором считается храм Ильинский, храм Кладбищенский, чудом уцелевший в советское время. То есть основные все храмы большие, которые вмещали людей на праздники, они были разрушены в советское время. Сейчас, когда мы говорим о возрождении российской государственности, когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании наших детей, когда мы говорим о православии, и у нас отсутствует главный храм нашей области, конечно, строительство кафедрального собора для нас имеет огромное значение. К тому же сейчас уже многие заметили, как преобразился город в связи с завершением монтажа куполов. Поэтому, я считаю, дело каждого поучаствовать в этом. К тому же такая возможность есть еще. Он красивый, да. На какой стадии строительства храма сейчас? Как я сказал, недавно был завершен монтаж куполов. И, как мы видим, внешние работы в основном завершены. Еще большие работы внутренние предстоят. В ближайшее время в планах налаживания богослужений в Нижнем храме, которые будут проходить не как по большим праздникам сейчас, а будут проходить на регулярной основе каждую неделю. Подскажите, пожалуйста, а как можно сделать пожертвования на строительство собора? На епархиальном сайте есть реквизиты для перечисления пожертвований. И также каждый желающий может это сделать в любом храме. Находятся ящики для пожертвований на строительство собора. И они пойдут на собор? Конечно. Спасибо большое. Напомню, гостем нашей сегодняшней рубрики был Ирей Артемий Ведерников, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. Сегодня в Архангельске прошла пресс-конференция о предварительных результатах весенних полевых работ этого года. Картофеля предполагается вырастить на четверть больше. Посевные площади под зерновые увеличились в среднем на 10%. Министр агропромышленного комплекса и торговли Дмитрий Карельский рассказал журналистам о предварительных результатах весенних полевых работ этого года. 24-25 мая в лесах Поморья большой риск возникновения новых пожаров. Наибольшая опасность возникновения возгорания остается в лесах Вельского, Устьянского и Конышского районов, где сейчас в соответствии с погодными условиями установлен самый высокий пятый класс пожарной опасности. Уже сейчас в Поморье произошло 12 лесных пожаров, общей площадью около 66 гектаров. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф вплоть до уголовной ответственности. В рамках празднования Международного дня семьи в Архангельске прошел 12-й городской конкурс эстафета семейного успеха. Имена победителей узнала Мария Воробьева. Пожалуй, не часто в актовом зале АГКЦ можно встретить столько династий педагогов, врачей, военных. Леонида и Зои Завьяловых объединила работа на СМЗ. Общий трудовой стаж династии из 11 человек на заводе 230 лет. А вместе пара Леонида и Зои уже 56 лет. Победители городского конкурса эстафета семейного успеха в номинации «Профессиональная династия» поделились секретом своего счастья. А надо понимать друг друга, любить, общие дела, одни стремления, повлечения. Можно сказать, мы не ссоримся никогда, мы никогда не ссоримся. Мы друг друга понимаем, мы все делаем вместе. Я могу молоток взять на дачу поколотить, он может обед сварить. Полы, как поженились, полы вместе, том вместе, ну все вместе, мы все пополам. Бок о бок Яна и Дмитрия Амосова не только идут по жизни, но и плывут по воде. Они поклонники водного туризма и грибного слалома. Как итог, победа в номинации «Спортивная династия». Пример другим семьям, что нужно заниматься спортом, и как бы даже не с точки зрения профессионального, но поддерживать свое физическое состояние. То есть это приносит только плюсы. Спорт, он объединяет. Люди спортивные, это очень открытые, доброжелательные люди. Поэтому мы ведем пропаганду здорового и спортивного образа жизни. Как эстафетная палочка передается в семьях конкурсантов из поколения в поколение. Увлечения, традиции, приверженность к определенным профессиям и даже хобби. Все это участники должны были отразить в своеобразном портфолио. В этом году в эстафете семейного успеха приняли участие 15 семей. Вот уже 12 лет мэрия города проводит эстафету семейного успеха. За эти 12 лет в эстафете приняло участие уже более 200 семей города Архангельска. Семья является основой жизни для каждого человека. Ведь только в семье человек может быть гармоничен, только в семье он чувствует себя защищенным, только в семье он по-настоящему счастлив. Задача конкурса эстафета семейного успеха – привлечь внимание общественности к проблемам семьи, материнства, отцовства и детства. И каждая из этих династий – наглядный пример крепкой дружбы и преемственности поколений в своем роде. Мария Воробьева, Илья Сумароков. Панорама Севера. Со следующего понедельника, 26 мая, каждый житель и гость поморской столицы сможет отправить открытку с видами региона в любую точку мира. Сделать это можно будет из Туристко-информационного центра Архангельской области. Каждое открытое письмо украшают рисунки школьников. Стало это возможным в рамках проекта «Путешествуйте по Архангельской области». Он призван показать туристическую привлекательность нашего региона за его пределами. А для того, чтобы это выглядело необычно, организаторы решили вместе с работами известных фотографов города подготовить к изданию открытки и с детскими рисунками. Всего получилось 30 открыток. Но зато каких. Например, мы взяли за основу несколько видов туризма. Это и сельский туризм. Такая открыточка. Это и событийный туризм. День города. Здесь у нас уличные театры. И паломнический туризм. У нас такие фотографии присутствуют. Также у нас есть работы наших из художественной школы. Вот одна из открыток – это набережная Северной Двины и улица Логневых. Это храм. Тираж открыток невелик. Всего лишь 100 экземпляров. Но тем ценней и эксклюзивней каждая из них. Жители и гости поморской столицы смогут бесплатно получить их в туристско-информационном центре по адресу улицы Свободы, дом 8. Уже с 26 мая. Телеканал ПС продолжает онлайн-трансляции. 24 мая в 14 часов, в День славянской письменности и культуры, смотрите прямую трансляцию совместного концерта двух прославленных коллективов Северного Русского Народного Хора и Академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова. 25 мая в 12.00 телеканал ПС приглашает любителей бильярда. Смотрите онлайн-трансляцию Чемпионата Архангельской области по динамичной пирамиде среди мужчин 2014. По многочисленным просьбам в эти выходные мы повторяем прямые трансляции рубрики «Открытый город». Субботу, 24 мая в 19.00 смотрите праздник последнего звонка из 45-й школы Архангельска. 24 мая в 9.00 вечера повтор трансляции отборочного тура конкурса название первой красавицы столицы Поморья «Мисс Архангельск-2014». Программы и трансляции можно смотреть не только на телеэкранах, но и в интернете. На портале «Правда Севера» в окне сети Визор. В завершении выпуска о курсе валют. По данным Центробанка на выходные доллар США 34 рубля 31 копейка, евро 46 рублей 83 копейки. И на сегодня это вся информация. Вы смотрели программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Здравствуйте! Это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. И знаете, сегодня хотелось бы процитировать Шекспира. Ну что ж, посмотрим, какие декорации подготовила нам матушка природа на этот раз. Так что поговорим о погоде на 24 мая в Архангельской области. Котлас плюс 26. Облачно. Ветер умеренный. Возможен дождь. В Плесецке также облачная. Температура воздуха плюс 26. Сильный ветер без осадков на протяжении дня. Вельск плюс 27. Ясное небо. Ветер умеренный. Осадков не ожидается. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром температура воздуха плюс 14 градусов. На небе облачно небольшой дождь и ветер слабый. Днем воздух прогреется до плюс 24. Малооблачно. Возможен небольшой дождь. И вечером в нашем городе также малооблачно. Ветер слабый и плюс 17 на термометре. Пусть ваша жизнь будет яркой. Синими, желтыми, красными. Разрисую любовь свою красками. Как история из прекрасного. Ты читай меня. Увидимся на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин